Доброе время минуток друзья с вами как всегда арталаски и вот наконец-то я начал делать новый уровень для своей игры как видите я все также начинаю с блоков про билдере но на самом деле начал я с очень простого скетча на бумаге чтобы уже понимать какая форма арены будет и где какие ограждения ставить самого начала я начинаю бегать по уровню и проверять размеры чтобы пол не оказался размером с целый город или наоборот не был слишком уж маленьким для моих задач далее я ставлю блоки которые будут вступать в роли препятствий мы не будем за ними прятаться так как концепция уровня подразумевает себе постоянное движение и отстрел а не тактическую перестрелку с укрытиями которые кстати тоже будут в игре и скорее всего увидели их прошлых видео препятствия также сразу примеряю по размеру чтобы двигаться по уровню было комфортно не спотыкаться поставим на различные препятствия расстревать узких коридорчиках или наоборот слишком уж долго бежать из точки а в точку б школы xyzet school запускает курс по программированию от александра балакшина он оказывал значительный вклад в сезонное обновление для rainbow six siege в роли старшего инженера разработчика и лиды геймплейной команды на курсе ты будешь реализовывать основные механики шутеров узнаешь как работает стрельба перемещение сетевая репликации искусственный интеллект нпс ты научишься сдавать все это сам с помощью unreal engine и c++ во время обучения ты разберешься с фундаментальными понятиями используемые в индустрии что такое функция тик и какие существуют ее виды что за дерево поведение и систему чувствую нпс как работают скелетные анимации что такое line trace и какие есть варианты пространственных проверок ну а также освежишь свои знания по математике получены на курсе знания и практика c++ позволит при необходимости освоить любой даже проприетарный игровой движок ведь основе большинства из них лежат одни и те же принципы и в целом внутренние движки а три пала и студиях очень похожи и хотя ты будешь работать над шутером знания полученные на курсе применимы к абсолютно любым жанрам студенты xyz school устраиваться с пера софт сайбер май точка ком digital forms и другие студии если хочешь принять опыт работы в индустрии трипала игр или сделать свою собственную игру записывайся на курс по ссылке в описании оплатить курсы можете до 28 сентября а вот обучение начинается с первого октября 2020 года а вы промокоду арталаски вы получите еще и скидку 10 процентов на курс гейм-код вот xyz school по габаритам меня все устроило поэтому я начал заполнять уровень большими моделями которые начинают формировать вид уровня и его геометрию я стараюсь подбирать разные объекты но в то же время сохранять здравый смысл чтобы рядом с домом или в его дворе не оказался ашан или завод также я учитываю то что из этих зданий будут появляться враги это их места спауна и игроку туда заходить нельзя между домами теперь надо закрыть пустые пространства и для фона я добавляю кластеры деревьев они здорово разбавят строгие квадратные формы домов но также я закрою их стенами и различными ограждениями чтобы эти места не вызывали у игрока особого интереса но для любителей исследований я конечно же оставил здесь несколько пасхалок которые вы увидите чуть позже сам процесс закрытия отверстия немного нудноватый но я не хочу спускать его на тормозах так как если игрок даже случайно заглянет за угол и увидит там пустоту то весь шарм и погружение в игру сразу сломается лично меня бы это расстроило поэтому область за пределами уровня я заполняю также внимательно как и основную игровую зону обязательно закрываю дыры в окнах за которыми одна лишь пустота это уже просто выглядит как откровенная халява или поломанная сырая недоделанная игра не надо так все что игрок может увидеть я либо ограничиваю либо детализирует так чтобы он быстро потерял интерес к этому месту и вернулся к игровой зоне где гораздо больше всего интересного но в то же время чтобы он не расстроился от того что там за углом ничего нет внимание к деталям это важно наполнение игровой зоны уже немного проще но здесь каждый объект должен нести смысл определенную задачу что-то должно притягивать себя внимание игрока причем как можно чаще что-то послужит спасением и толпы врагов или временным убежищем где-то будут лежать патроны и аптечки а где-то предмет для повествования сюжета также я стараюсь разнообразить основные формы уровня добавляя декали надписи различные неровности и прочие мелочи которые будут делать конкретно эту стену или дом немного уникальным это кстати довольно частая практика когда берутся несколько одинаковых крупных заготовок например домов и затем уже в движке они кастомизируются более мелкими объектами и появляется своего рода модульность можно ставить подряд несколько таких домов и они не будут выглядеть одинаково а вот разнообразить пол оказалось сложнее для травы пол слишком полоски сделать его террейном тоже не лучшая идея так как в лоуболе стилистике смотреться будет не очень а по мешам и спака герой не будет бегать корректно появится тряска камеры и это поломает все ощущение от игры поэтому я сделал комбинацию плоского пола сбок с коллайдером и утопленных в него половина травы без коллайдеров вообще таким образом получился достаточно правдоподобное вид земли с травой а если туда добавить прям травы и бугорков по углам то будет прям муа геометрия уровня готова но сам уровень еще сырой во первых надо подумать над атмосферой сейчас здесь яркое дневное солнце и синие тени вроде как лето все достаточно неплохо видно и в совокупности все это не располагает какому-либо напряжению в сцене ну и парочка дневных уровней у меня уже есть так что пора менять визуал я начал пробовать с пресетов аура и закат смотрится просто отлично не считая некоторых погрешностей которые в принципе нетрудно исправить яркий день нам не подходит а вот дождливый уже навевает что-то похожее однако насыщенные синие тени все портят если их сделать более бледными то смотрится очень даже такая атмосфера уже больше подходит по задумке а туман и объемный свет будут подчеркивать персонажей и добавлять глубины в сцену только вот стекла смотрится ужасно и с ними надо что-то придумать частью это решилось просто созданием отдельного материала и настройка его альфа канала затем я просто заменил этим материалом все стекла и теперь смотрится более естественно что ж порадоваюсь врагов и посмотреть как это будет играться в такой атмосфере что-то в этом определенный есть например отсутствие логики у зомби но всему виной старый навмеш стоило его обновить как стало все нормально я взял на заметку эту серость и оставил на будущие уровни но этот мне очень захотелось сделать в закате тени я кстати сделал с зелеными и вроде бы все круто но темно как я и говорил персонажи будут подчеркиваться туманом и объемным светом но в целом видимость на уровне оставляет желать лучшего поэтому я решил добавить туда фонарик изначально я привязал его к корпусу игрока но результат оказался совсем не таким как я хотел и что еще хуже фонариком нельзя было управлять да и вообще он был какой-то дерганой тогда я решил что будет круто сделать его светящим прямо из камеры как шутерах от первого лица ну и здесь не все так просто например персонаж тоже освещается своим же фонариком что выглядит странно а сам луч фонаря выглядит достаточно фальшиво зато теперь можно управлять мышкой и это чертовски удобно значит надо как-то это объединить освещение я отключил рендер на слое с персонажем и теперь он выглядит более естественно на этом можно было бы и остановиться но как я и говорил внимание к деталям это важно поэтому я добавил light куки чтобы сделать пучок света более реалистично так намного круче но мне все же не нравится что он светит прямо из с камеры поэтому я немного подвинул его и повернул так что теперь кажется что свет идет реально от персонажа и и можно управлять тень от оружия также убрал путем отключения рендера освещения на слой с оружием предварительно создав этот самый слой и поместив на него все оружие у персонажа с фонариком закончили и когда-нибудь я доберусь до этого эффекта крови а тут прям глаз режет но сначала заменю skybox из него нового на закатный чтобы зомби ки были не одинаковыми я написал им небольшое так сказать скин чейнджер для этого использовал playmaker чтобы все это было визуально без кода ну так просто побыстрее да и поудобнее а начаться чем суть суть в том что почти у каждого персонажа в этом а сити сразу есть все так сказать скины которые заложены прям вот в префаб и мы прямо в самой игре можем этот скин поменять и он также будет привязанных скелету то есть в принципе иногда это очень даже удобно если особо вы делаете что-то вроде хитмана например где вам частенько приходится менять облики но здесь у меня всего лишь несколько обликов зомбей то есть есть два мужских и два женских суть чейнджера достаточно простая изначально он отключает а вот этот схем то есть мы его видим только уже в самой сцене чтобы нам просто понимать где находится враг а далее он нас отключается устанавливается рандомная скорость чтобы у каждого зомбика было примерно разная скорость чтобы они не шли с одной и той же блин и собственно это значение я устанавливаю в само значение скорости в скрипте зомбика а далее выбирается пол зомбика то есть либо мужской либо женский все это делается через рандомные бу если выбирается женский apple то выбирается один из двух вот этих вот а скинов активируется и уже дали идет модуль выбора прически где также выбирается рандомный объект и так сказать момент просто с пустотой чтобы он был без прически как сейчас они заложены сразу тоже здесь на на голове и их любой момент можно поменять прямо в игре а если же выбирается мужской пол также выбирается сначала один из двух скинов устанавливается и затем выбирается борода то есть у женщин борода не выбирается вот она также заложена здесь в голове и также ее отсутствие тоже заложено а здесь установлена веса с какой частотой они могут появляться то есть чаще всего будет а лысые но будут с примерно одинакой вероятностью еще три вот такие прически точнее бороды с прическами здесь тоже установлены вот эти веса какие будут чаще какие нет а наиболее какие-то заметные приметные там маски или прически или там шлема я ставил с весом поменьше чтобы они были реже потому что они будут до сих пор себя как бы привлекать внимание вот и когда их будет много это будет уже немножко не то примитивные прически которые не привлекают внимание например вот такие вот стандартные вот их будет намного больше то есть они будут формировать саму массу от этой толпы а и наконец на выбор могут добавиться очки и могут не добавится то есть здесь большой вес того чтобы они не добавлялись но в каких-то редких случаях есть шанс что добавится какие-либо очки но и это еще не все потому что у меня здесь есть четыре при фаба зомби и у каждого из них можно сказать свой аниматор то есть здесь у нас отзеркаленный отзеркаленный аниматор и там находится абсолютно все те же самые анимации но они отзеркалены и есть аниматор где анимации немного отличаются то есть там другая походка например или другие удары чтобы опять же в толпе было хоть какое-то разнообразие также этот аниматор продублирован но с отраженными анимациями и когда все это вместе даже все вот эти вот четыре при фаба находятся в сцене а даже в кадре они выглядят немного по-разному и создаётся ощущение разнообразия что в принципе достаточно важно когда у нас много казалось бы одинаковых персонажей так же сделал небольшой и достаточно простой и генератор волн которые будут генерирует нам врагов на этом уровне в принципе сам этот генератор может быть как локальным так и глобальным все зависит от а вот этих вот зомби спаунеров а изначально и по-хорошему а а здесь стартовый модуль будет идол то есть по сути без действия а сама волна будет запускаться например при вхождении в триггер но сейчас для удобства и тестирования так сказать а я поставил старт волны сразу при старте игры так сказать а я сделал массив а я не сумма есть то есть сколько врагов будет на каждой волне и здесь прям через запятую прописано сколько врагов на какой волне будет то есть на 1 12 на 2 2 4 на 3 и 3 6 и так далее подробно рассказывать про работу генератора я не буду потому что это будет достаточно долго она если вкратце суть в том что из переменной аниме с фоспаун если меня как раз четыре вот этих заготовки одзеркаленных зомби и так сказать каждый цикл будет добавляться по одному врагу но перед этим будет выбираться одно из вот этих мест где она будет спавниться то есть вот эти вот зомби спаунеры они также выбираются из массива а затем происходит небольшая пауза и цикл продолжается пока враги на волне не кончится затем когда волна кончается мы переходим на другую волну ждем какое-то время перед этим и проверяем все ли это волны на этой зоне и если да то как бы генератор останавливаться если же волна еще остались то он начинает новую волну с новыми параметрами то есть по сути можно делать несколько таких зон на уровне делать между ними переходы и в них вставлять вот такие вот генераторы как только генератор закончит работу можно добавить события на фир вход какой-нибудь откроется мы переходим нам по коридорчику к следующей зоне и там будет второй генератор уже со своими параметрами со своими врагами и все в таком духе но в принципе это стандартный геймплей для подобных игр с этим уровнем я почти закончил осталось добавить сюда пару кат-сцен и события после завершения волна на более поздних уровнях генератор добавится другие зомби ки более быстрые и более крепкие помимо зомби подобные уровни будут и с людьми но такие больше заточены под стелс хотя сделать стелс среди зомби тоже неплохая задумка если вспомнить тот же last of us в следующей серии я покажу как добавлял огнемет и добавлю новых врагов подписывайтесь чтобы не пропустить а с вами как всегда был арта ласки пока а